Помните, гум, ещё раз повторюсь, украшен уже. Не пойдём, вот туда недавно были. Я думаю, что внутри он ещё не готов. К Новому году, попозже схожу. Всё будет нормально, если всё вам покажу. Там училище Щепкино, с левой стороны. Там Метрополь прямо. В общем, мы с вами сделали такой приличный круг. Так, и идём сейчас к ресторану, к гостинице ресторана «Олимпийская роза». Именно там. Ну, сейчас там, конечно, уже не «Олимпийская роза», но инициалы остались. Очень красивое здание. Очень красивое. Тоже я о нём на своём канале уже рассказывала. Музыкальные инструменты. Музыкальные товары. Это магазин. Ну, попробую сейчас я попросить охранника. По-другому не получится туда попасть. Кстати, вот эта лестница, где я сейчас снимала, там вообще никого нет. Это салон. И так вот можно спокойно зайти. Ты абсолютно с улицы прям заходишь, и на тебе такая красота. Прям вот такая красота. Здорово. Ну, не везде так можно зайти. Где-то есть охранники. Вот сегодня первая лестница. Там был охранник. Ну, вы видели, наверное. По-моему, когда заходил, я камеру не выключила. Посмотрю, когда буду монтировать. Посмотрю, есть там или нет. Так. Ну, вот. Очень красивое здание. Эти два здания принадлежали потом Ольге Туркистановой. Была одна владелица. Так, сейчас я вам... Ой. Сейчас я вам всё расскажу. Ну, и попробую попасть в фойе. Скажу честно. Когда я сюда шла, я не знала ещё, получится ли у меня попасть в это здание, чтобы видеть лестницу. Поэтому я решила, что в любом случае получится мне сюда попасть или не получится. Ну, хотя бы я расскажу об этом ресторане. Ресторан «Альпийская роза» в этом чудесном здании. Я его снимала, по-моему, уже раза два или три рассказывала, но каждый раз, проходя мимо, я просто удивляюсь красоте этого здания. И когда я узнала, что здесь ещё есть лестница, которую можно увидеть при всей моей новой любви к лестницам, я решила, что, ну, как получится, так получится, но хотя бы лишний раз я расскажу об этом чудесном доме, об этом ресторане. Это очень примечательное место было в Москве. Раньше это была улица Софир, сейчас это Пушечная улица, дом 4. Сейчас этого ресторана здесь нет, но осталось здание и осталась реальная история. И, конечно, вот это место, этот дом, где находился этот ресторан. По словам Дедеровского, это был один из самых знаменитых ресторанов Москвы. Кроме того, этот ресторан был местом действия раннего романа Булгарова «Дева Лиада». Ну, в общем, эти здания имеют отношение к булгаровскому наследию. Этот ресторан упоминается еще в ряде произведений литературных, и поэтому все-таки надо о нем рассказать. Здесь раньше было одно большое владение. В 1821 году этот земельный участок был приобретен полковником Аргамаковым, родословная которого была связана с Радищевым и Фанвизиным. У него неоднократно останавливался состоящий под секретным надзором декабрист, член Союза Богоденствия, князь Голицын. В 1848 году в одном из флигелей издания открылась типография Семена. Семена. Знаете, я скажу честно, я не знаю вот эту типографию, как правильно звучит эта фамилия. В 1851 году в эту типографию захаживал Горгель, а позднее здесь располагалась печатня Яковлева. Ну, были тут в середине 19 века и модные магазины. Например, заведение Виктора Булье, Виктора Булье, принимавшее в окраску и чистку материю, кружева, дымку и модную тогда прозрачную, похожую на Кисиют, Крань Тарлатан. Здесь была открыта одна из первых тогда типографий француза Девервилля, которая изготавливала дагеротипы. В 1860-е годы располагался магазин столовой посуды и хрусталя, изготовленных на фабриках Мальцова и Гарднера. В 1880-х годах одна из Аргамаковых стала княгиней Туркистановой и владение было разделено на две части. Первоначально номер 4 и номер 6, сейчас это дом 4, строение 1 и 2. К началу 20-го столетия владение на Пушечной улице 4, которое включало в себя издание со знаменитым и презентабельным уже в то время рестораном «Альпийская роза», оно называлось «Альпенрос», находилось оно в собственности Туркистановой Аргамаковой, а одна из ветвей княгини Ольги происходила от старейшего грузинского рода Туркинишвили, прибывших в Российскую империю в годы правления императора Петра I в составе святой Вахтанга VI, последнего царя грузинского государства. В 1870-х годах открылся ресторан «Подальпийской розы» с заграничным баварским пивом. Первым владельцем «Альпенроза» был купец немецкого происхождения Денрих Дермес. Позднее рестораны и гостиницы стали называться «Альпийская роза». Главным посетителем ресторана являлись соотечественники Денриха Дермеса из немецкого клуба, который с 1860-го года располагался на месте нынешних владений на Пушечной 9, и другие представители этой европейской диаспоры, проживавшие в Москве. В 1898 году заведение на Пушечной улице 4 выкупает Петкович, при котором и произошла разнификация его названия, после чего ресторан стал называться «Альпийская роза», стал известным под этим названием. Спустя некоторое время новый владелец расширяет площадь зала и оформляет его в шикарном европейском стиле. В 1901 году на месте строения 4 был возведен четырехэтажный особняк с сохранением старых стен по проекту архитектора Остроградского. В 1910 году ресторанный бизнес Петкович расположен рядом гостиницу, которая была построена на месте доходного дома Туркестанова Аргамаркова в 1902 году по проекту архитектора Анатолия Александровича Остроградского выкупил почетный гражданин и состоятельный купец Михайлов. Впоследствии Александр Александрович создает акционерное общество Альпийская роза, которое включало в себя гостиницу, ресторан, а также виноторговый бизнес. Устав этой организации с капиталом в 200 тысяч рублей утвердил лично император Николай II в 1910 году. Начиная с 1909 года история общества тесно переплетается со страховой компанией Саламандра, выкупившей рядом стоящее здание на урлу с Рождественкой 3-6 строение 1 у все той же Ольги Туркистановой Аргамаковой и построившей на этом месте гостиницу отель Совой. Что касается здания ресторана Альпийская роза на улице Пушечная 4, то в период с 1911 по 1912 годы архитектором Павлом Петровичем Весневским и его коллегой Александром Александровичем Весниным была проведена реконструкция, после которой оно и получило современный вид и отрылось оно в таком виде уже в 1913 году. А теперь попробуем проникнуть в зал. В зал мы не проникнем, хотя бы на лестницу. сфотографируем. Сфотографируем. и на лестнице старинное меня интересует. А она вот отсюда. А что с ней связано? Просто расскажите. Ну просто это красивая лестница в это здание старинное историческое здание «Альпийская роза». сфотографируем. Спасибо. А по мне лестница как лестница и не больше. Ну если вы не знаете историю этого здания, то просто лестница. А если знать историю этого здания, что здесь было раньше, то не просто лестница. Ну сейчас мне вкратце посидите. А? Вкратце посидите. Я вам говорю, был очень красивый ресторан «Альпийская роза». И гостиница была «Альпийская роза». Очень давно и очень богатая и очень красивая. Это особняк какой-то графинист? Это особняк Туркестановый. Ну и еще там тут было много владельцев. Очень роскошный был зал по проекту Вишневского. Он была очень роскошной отделкой в стиле барокко. Ну она обошлась в солидную сумму. Но в Альпийской розе был устроен не только новый зал, но и весь ресторан был переделан заново, включая и лестницу с вестибюлем в стиле итальянского возрождения. И кабинеты, и залы для заказов в стиле ампир. Кстати, здесь любили собираться и артист, расположенного по соседству Большого и Малого императорских театров. В субботнем вчера здесь можно было увидеть Марию Николаевну Ермолову, Надежду Алексеевну Никулину и других. Помимо деятелей искусства здесь обедали известные юристы, художники, архитерты, врачи, профессура и просто обеспеченные состоятельные граждане. До сих пор на фронтоне этого здания можно видеть вензель ресторана Альпийская роза. Надо сказать, что здесь в этом гостане Альпийская роза развиваются события в романе Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса». Здесь устраивается Эраст Фандорин под видом лихого кубчика, чтобы побольше разузнать о певице Ванде. Кто читал, тот, наверное, помнит. Я очень любила в свое время Акунина читать, сейчас уже даже не вспомню таких тонкостей. Здесь также в 1918 году располагался театральный уголок Аумона. Тут читали свои стихи поэты. Бывал здесь Сергей Есенин. Ну и, наконец, здание этого ресторана, как я уже говорила, было местом действия повести Михаила Баудакова «Дьяволиада». «Дьяволиада». Спасибо большое. Ну вот, здесь получилось. Вот видите как, для кого-то это интересно, а человек работает и знает, что это такое и зачем это нужно. Ну, лестница и лестница. Понимаете, какие люди разные. Нет, я все понимаю, мне даже раньше это было неинтересно, потом заинтересовалась. А это совой. Растинница ресторан с совой. Вот туда я хочу попасть, но туда только с экскурсией. Ну, или пойти поесть. Но, я думаю, не могу этого позволить. так, ну, пойдемте на метро. К метро. Все. Три лестницы из четырех. Одну я, видимо, просто как-то не нашла или же там просто все переделали, перестроили и просто теперь до нее уже не добраться на там, где достигнутся, я так думаю. Вот и все на сегодня. Замерзшая, но счастливая Юлька едет домой. Всем большое спасибо за внимание. и за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале. Приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан. Всем всего самого доброго, здоровья, удачи и благополучия. До свидания, до встречи. Всем пока-пока.